Добрый день! Здравствуйте! Помните, в прошлый раз я рассказывала вам об Улан-Удэ, столице Бурятии, и обещала, что в следующий раз расскажу о том, как мы ездили в Иволгинский Тацан. Во-первых, что такое Тацан? У русских буддистов Тацан – это монастырь, где еще есть университет. Почему мы поехали в Иволгинский Тацан? Иволгинский Тацан называют центром российского буддизма. И, кроме этого, Иволгинский Тацан находится недалеко от Улан-Удэ. На самом деле нельзя сказать, что Иволгинский Тацан главный буддийский монастырь России. Он не является самым большим буддийским монастырем. Он не очень старый. Его открыли в 1945 году. Но именно здесь, в Иволгинском Тацане, находится резиденция главы русских буддистов, пандито-хамбу-ламы. И именно Иволгинский Тацан был первым из двух Тацанов, которые были открыты во времена Советского Союза. И еще именно здесь, в Иволгинском Тацане, находится нетленное тело ламы Итигелова. Нетленное – это значит, которое не умирает, не разлагается. И вот это нетленное тело, драгоценное тело, как они говорят, одна из главных буддийских святынь. Святыня – это значит что-то святое, святая вещь или даже не вещь. Ну, давайте обо всем по порядку. Буддисты в России появились в 17 веке. До 1917 года, до революции, в стране было 35 Тацанов. В 30-е годы 20 века буддистские монастыри в Советском Союзе, в СССР перестали существовать, их не стало. И вот Иволгинский Тацан открыли в 1945 году. Почему советское правительство разрешило открыть буддийский монастырь, разрешило основать здесь Тацан? Во время Великой Отечественной войны буддисты, которые жили на территории Бурятии, собрали 350 тысяч рублей, чтобы помочь советской армии, чтобы помочь фронту. И говорят, что Тацан разрешили здесь построить именно поэтому, именно по этой причине. 350 тысяч рублей – очень большие деньги в то время. Кстати, сейчас в России около 30 Тацанов. До революции было 35. Долгое время после войны было только два Тацана. Вот сейчас мы подъехали к Тацану. Перед входом находится небольшой рынок, такой рыночек, где местные жители продают сувениры, другие вещи. У входа на территорию можно прочитать правила поведения в буддийском монастыре, то есть прочитать, что можно делать, что нельзя делать, как себя нужно вести. Слева от ворот информационный центр. Там можно купить билет на экскурсию по Тацану. Экскурсии проводят монахи. Территорию Тацана нужно обойти по ходу солнца. И здесь специальная дорожка есть. Вы идёте по этой дорожке вокруг Тацана. Около дорожек, вдоль дорожек, молитвенные барабаны хурде. Молитвенные, потому что там внутри барабана молитвы. И молитвы читаются столько раз, сколько вы крутите барабан. Наш экскурсовод сказал нам, что в самом большом барабане Иволгинского Тацана сто тысяч мантр, сто тысяч молитв. В монастыре сейчас десять храмов. И все они построены в разное время. Здания Тацана называются дуганы. Вот эти храмы называются дуганы. Вы видите дома, где живут ламы и послушники. Послушник – это человек, который ещё учится в университете. В университете, который находится на территории монастыря. А лама – это человек, который уже окончил университет. Религиозный учитель, монах. Так вот, вот в этих домах живут ламы и послушники. Эти дома очень похожи на простые деревянные дома в русской деревне. В какой-нибудь небогатой русской деревне. На некоторых домах можно прочитать, что здесь, например, принимает астролог. Мне было ужасно любопытно. Я хотела зайти. Раньше я ни разу не говорила с настоящим астрологом. Но, к сожалению, никто мне дверь не открыл. Я даже позвонила по телефону. Здесь увидела номер телефона и позвонила. Поговорила с ламой. Но, к сожалению, он был в отъезде. В отъезде, значит, в другом месте, не здесь. Вот здесь, вы видите, здесь есть оранжерея. Оранжерея – это такое место, такое здание, где выращивают растения или деревья. И вот здесь есть оранжерея, где растёт дерево бодхи, священное дерево буддистов. Больше, чем 30 лет назад в Иволгинский датсан из Индии привезли первое маленькое деревце. Деревце – это очень маленькое дерево. А сейчас здесь их несколько. Вот здесь, вы видите, это буддийский университет. Открыли его в 1991 году. Студентов здесь от 100 до 150 обычно. Учиться может человек любого возраста. Изучают здесь философию, тибетский язык, старобурятскую письменность. Старобурятская письменность – это то, как раньше буряты писали на своём бурятском языке. Изучают также логику, историю и другие гуманитарные предметы. Раньше был здесь также медицинский факультет. Был ещё здесь медицинский факультет, где изучали восточную медицину. Но сейчас медицинского факультета здесь нет. Медицинский факультет в другом датсане. Есть здесь и преподаватели из Индии. Встают послушники, которые здесь учатся в 6 часов утра, с 7 утра до 9 вечера. У них занятия и богослужения. Большинство послушников по национальности буряты. Учатся 5 лет, потом получают документ об образовании. Документ об окончании университета, диплом и звание ламы, религиозного учителя. Когда я спросила у нашего экскурсовода, можно ли этот диплом использовать и в светской нерелигиозной жизни, он ответил мне уклончиво. Уклончиво – это значит непрямо. Уклончиво – это значит так, что невозможно точно понять ответ. Так вот, я не поняла, можно или нет использовать в светской жизни этот диплом. Диплом, который здесь получают выпускники буддийского университета. Если кто-то окончил этот университет и хочет продолжать учиться, он может поехать в Индию учиться дальше. Кстати, если вы сюда приедете в субботу или в воскресенье, вы можете зайти и послушать лекции. А вот здесь находится самая главная святыня Датсана – нетленное тело Этигелова, о котором я вам говорила. Это здание называется «Храм-дворец Хамболамы Этигелова». Это место, где хранится священная реликвия, где хранится это тело. Тело Хамболамы Этигелова появилось в Датсане в 2002 году. В 2003 году решили построить дворец-храм. В 2008 году его достроили. Кто такой Этигелов? Говорят, что Этигелов родился в 1852 году. Очень хотел учиться. И в 15 лет, то есть когда ему было 15 лет, он пешком прошел 300 километров до Датсана, где можно было учиться. Кстати, история чуть-чуть напоминает историю нашего русского Ломоносова, который в 19 лет пошел пешком из Архангельска в Москву, потому что очень хотел учиться. Так вот, Этигелов учился в том Датсане 20 лет. Говорят, что были у него очень большие способности к наукам. Датсан даже обязал соседние деревни платить за него, чтобы он не служил в армии. Он должен был служить в армии, но за него платили, он не служил там. Он за свою жизнь написал более 50 работ по буддистской философии, по тибетской медицине. В 1911 году его выбрали главой российских буддистов, пандита Хамбаламой. Он был пандитом Хамбалама XII. И был он в этой должности до 1917 года. В это время, когда была Первая мировая война, он организовывал сбор денег для помощи русской армии. Говорят, буряты отправляли очень большие, огромные суммы денег и на фронт, и в больницы. Помогали больницам и армии. Так вот, в 1927 году Этигелов собрал учеников и объявил им, что собирается умереть. Он сказал, чтобы они навестили его тело через 30 лет. Потом он сел в позу лотоса, начал читать молитву и умер. Или не умер, перешел в другое состояние. Ушел в нирвану. Его похоронили в деревянном саркофаге, в таком деревянном коробе. Между стенками саркофага и телом насыпали соль. Важно это или нет, я не знаю. В 1955 году в Бурятии было сильное землетрясение. После землетрясения ученики выкопали саркофаг и увидели, что с телом ничего не случилось. Еще раз тело выкопали в 1973 году, после сильного наводнения. А в 2002 году, через 75 лет после того, как Этигелова похоронили, как он и просил, тело извлекли из могилы. Была, говорят, даже медицинская экспертиза, когда медэксперты признали, что у этого тела все признаки живого тела. В разных источниках можно прочитать разную информацию. Два раза делали экспертизу в 2002 году и в 2004 году. Потом врачи хотели продолжить изучение тела, но руководство Датсана запретило это делать, сказало, что нельзя. И вот еще недавно тело Этигелова, это нетленное тело, можно было увидеть только 8 раз в году, в дни религиозных праздников. Но сейчас можно сделать это в любой день. За деньги. Я бы могла сказать, что нужно купить билет, но здесь это называют пожертвованием. И вот мы заплатили это пожертвование. Еще мы купили такие шарфики. Это тоже пожертвование. Их нужно положить перед Этигеловом, когда мы войдем в этот храм-дворец. Вот вы видите, это как раз очередь во дворец, потому что, когда мы пришли, был обеденный перерыв. Перерыв на обед. Здесь есть перерыв на обед. Во дворец входят группой. Во дворце фотографировать нельзя. Раньше я читала, что внутри такая же температура, как и снаружи. То есть во дворце такая же температура воздуха, как на улице. Могу сказать, что это не совсем так. Внутри точно более прохладно. Этигелов сидит за стеклом. Глаз и носа уже почти не видно. Нельзя сказать, что он как живой, но и не совсем как мумия. Люди медленно проходят мимо него, кладут шарфики, молятся, потом делают простирание. То есть встают сначала на колени, потом кланяются и вытягиваются, ложатся всем телом. И делают они это много раз, очень легко. Я удивилась, как легко, потому что и молодые, и старые это делают. Местные люди верят, что Этигелов живой, верят, что он помогает больным, помогает несчастным. И сюда в праздники особенно приходит много людей. На территории Датсана ещё есть музей, есть вольер с косулями или ланями, есть столовая и даже летняя гостиница. В столовой можно попробовать национальные бурятские блюда. Позы, например, в столовой очень вкусные. Бурятское название Иволгинского монастыря можно перевести на русский, как обитель, колеса, учения, приносящие счастье и полной радости. Вот такое вот очень интересное место. На самом деле здесь очень приятно. Ну вот на сегодня это и всё. Я очень долго сегодня говорила. Я надеюсь, что вам было интересно. До свидания. До новых встреч.